с подготовки и потом не режем даже файлы значит подкаст называется партисипативненько так у нас в эфире значит уже была юля поцелуева мы разговаривали про неделю перемен а первые фильмы делали про нижний новгород что мы там делали проект музей арсенала сегодня в нашем эфире адам ухина мы встречаемся значит где-то между херман плац и кодбус артор до берлин да ну берлин для тех кто не понял эти две точки пересечения это берлин бурита бар бурита бар какой-то сейчас скажу бурита винду бурита винду горит значит пальма мы бурита не стали есть потому что обе объелись до этого что ты до этого кушала суши-бургер суши-бургер замечательно что же я ела я какое-то вкусное суп пюре о ой сегодня все было вкусно это было салата я была на ванзе ванзе так оно и называется по-русски наверняка также ванзе называют да я была там на семинаре который праву проводит организация которая называется овен семинар был посвящен тому как как передается история что мы передаем когда передаем историю посвящена истории гдр не участвуют всякие разные берлинские учителя разные школьные университетские но это не имеет отношения к партиципативному искусству но к партиципативной истории но к партиципативной истории да потому что там затрагивалась тема что 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 передают собственно люди тоже что передается в семьях и что передается в проектах мемориалах как люди считывают эту историю какие смыслы считывают в общем как люди участвуют в истории а потом становятся носителями истории а потом как ее передают кто остался после этого с нами получает бонус в виде разговора дальнейшего вот у нас ну мы можем в общем как надоест так выключить вам вопрос вопрос нет просто первый раз мы разговаривали минут двадцать второй час вот потому что когда мы говорили час я решила что нет никаких ограничений мы говорим час все в конце говорили ну ладно все уже хватит наверное ну давайте все заканчиваем я остановила окей ну давай партиципативное искусство какой у тебя последний опыт ты вот сейчас сколько ты год уже прошел как ты в лондоне до этого ты изучала всякие такие проекты в германии тоже и не только но лучше про свой опыт конечно что последние или что ты где-то вот я вот в курсе что что мне что мне рассказала надо сделать так чтобы еще раз также да 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 неожиданный вопрос но вообще просто не договаривались в дрездене вот это было так буквально вот собственно неделю назад прилетела туда значит на планирование фестиваля называется our stage bürger bürner festival четвертый по русски сказать bürger bürner festival спасибо да bürger bürner bürger bürner bürger bürner это значит сцена граждан направление такое в театре немецком которое появилось наверное развивается последние 5 наверное 7 максимум 10 наверное лет первое бюргер бюне появилась дрездене начала ее делать мирьям соль шоль так вот и и задача была в том что она при большом как бы городском театре как полагается в германии в каждом большом городе есть большой театр она сделает дел с которым режиссеры профессиональные значит всякие художники и так далее работают с жителями этого города создает разные постановки они за год создают вам пять премьер ну и они идут потом репертуаре то есть там типа год два не знаю насколько постановка живет премьер одни и те же люди нет разные 5 абсолютно разных постановок и и причем у них там есть разные еще подходы к этому что можно ли там только документальные биографические чтобы был подход чтобы люди рассказывали только о себе но вот трезвене они решили что они не будут этом ограничивать что они будут какой угодно я вот например была сейчас на спектакле в этой бюргер бюн в дрездене было по как как это по-русски про йотэ страдание юного вертера лейден дес юнга с ватас собственно игра игрался мужчинами до бурита до бурита да играют мужчины мне очень понравилось как они набирали этих мужчин значит дрезденских был опен колл по-русски значит это хастинг открытый открытый кастинг и они написали и говорят ищем мужчин жители дрездена которые любили и страдали вот так вот была формулировочка мне понравилось определенные мужчины сразу придут очень разные кстати очень интересные очень разно возрастные и очень разные мужчины и они как бы вот близко к тексту но при этом как бы перемежая своими как бы тоже историями сделано довольно в общем интересно то есть они играют страдания юного вертера они читают в основном куски оттуда и параллельно ну то есть это же дневник страдания юного вертера там как бы идет по датам какие-то описания разных там событий из переживаний влюбленности потом в конце умирания от любви и они конечно как то это все перемежали со своими какими-то историями причем это в такой игровой манере сделано в общем не как наши документальные это театр на стульчиках в общем это все к чему-то вот эта меряна наш это классический классический да вот это вот черная коробочка значит черная все сидят на стульчиках и значит смотрят зал и разным на дабуреточках еще больше нет он не наш он международный это правда ну короче говоря вот эти вот белбельбюна первая в дрезден 10 лет уже существует и начала распространяться медленно по германии появилась сразу на других театрах и решили они что надо делать фестиваль обмениваться опытом смотреть кто-то что другие может кто-то вот на лесенку посадит кого-то может быть там как-то можно интересненько повернуть что-нибудь сделают да можно будет не знаю как риме не протокол они тоже с ней актерами работают так оп неожиданно уже как-то вроде и такое международные фестивали появились и в общем они сейчас делают четвертый уже фестиваль бюргер бюна международный нет не международный европейский они все-таки решили ограничиться пока европейскими историями и мирян цоль сейчас по всему европейскому союзу и не только в россию тоже заглянула ищутся спектакли в которых профессиональные режиссеры художники работают с ней актерами и пытаются вот она сейчас найти самые разнообразные формы какие вообще существуют из разных стран я была значит i was honored по-русски так и не скажешь я была одарена честью одарена честью так сказать будь приглашенный мне выпала честь мне тоже очень странно сейчас я учу немецкий язык и у меня я уже ну из-за того что сильное погружение я прям иногда замечаю вливание ну то есть я пишу что-то по-русски и понимаю что так уже не говорят никто у меня уже так давно я уже даже не останавливаю себя в этом потому что понимаю что в разных языках просто это разные свои особенно не важно короче выпала честь значит быть приглашенной в качестве эксперта большой или маленькой или в кавычках не знаю эксперта значит навстречу по обсуждению шорт листа этого фестиваля но он не очень-то шорт там было около 20 наверное спектаклей из разных стран которые мы я и еще четыре разных эксперта из германии из береги из норвегии из польши мы сидели и обсуждали по очереди выбирая пытаясь понять какие эстетические социальные всякие другие критерии могут быть когда мы говорим о бургербюнере партиспативном театре в котором граждане не актеры становятся главными действующими лицами они сами все тоже делают такие проекты в той или иной степень у всех разные подходы к этому поэтому и было очень интересно на это посмотреть два куратора были довольно руководители именно как кураторы и продюсеры довольно больших европейских площадок в Гамбурге Камп Нагель и Кампо из Бельгии то есть они продюсируют международные большие фестивали из Польши куратор она больше занимается современным искусством партиспативным из Норвегии девушка режиссер и которая сама ставит спектакли тоже пытается делать бюргербюре в Норвегии так и что вы должны были сказать искусство это или нет или что нет сначала мы должны были рассказать что у нас в странах происходит а что ты рассказала про Россию? ой можно я здесь не буду это рассказать что рассказали про другие страны? что по Норвегии рассказали? ну в общем все рассказали как дела обстоят понятно да с партиспативным театром и у всех разная ситуация потому что мне кажется что в России то что я сказала во первых партиспативный театр театр с не актерами он находится в таком маленьком очень узком сегменте который называется эксперимент и там оказываются все нестандартные постановки сразу вместе собственно как на золотой маске оказываются все нестандартные чуть-чуть отличающиеся постановки они все оказываются в одном мешке с не актерами значит немножечко там звуковой спектакль какой-нибудь не знаю какой-нибудь значит документальный не в том месте не в то время вот это вот все значит оно оказывается в одном мешочке и как бы оно все как странное рассматривается и вот что-то там из него выбирается эксперимент ну и он такой конечно не в какой институции он особо не приживается ну то есть периодически бывают прорывы оп в БДТ что-то с подростками появилось оп ушло где-то в другом месте оп где-то в институции появилось но нет такого как Германии ну прорывы я бы сказала такие потому что там такая борьба с системой конечно происходит чтобы это как-то появилось то есть у нас все-таки оно такое немножечко партизанское искусство партиципативное ну и не государственное и не структурное иногда фестивали которые не государственные да они там не знаю может что-то такое замутят типа там точки доступа ну точка доступа не партиципативная правила ну у них же был наш фестиваль с подростками в музее связи театрального проекта в связи ну то есть все-таки что-то не могут взять но это не основная но потому что опять же это все в одном мешочке оно значит как-то там может неожиданно появиться ну нет потому что вот типа вот не в том месте да не в том месте а у нас не с теми людьми ну неважно в германии понятно что очень сильно финансируются институции театральные есть такое еще понятие как фрайбюне то есть тоже свободная площадка как раз компнагель в Гамбурге это свободная площадка которая занимается проектами они сами находят гранты наверняка тоже получают государственную поддержку но в том числе еще ищут какое-то независимое финансирование а вот Дрезден это классический штатский театр городской театр в котором заложено в программе в бюджете что есть постановки которые вот идут с непрессиональными актерами они заложены в бюджете сейчас менялся руководитель например в Дрезденском театре условием того что он значит принимает эту должность было то что Бюргер Бюн остается там действовать и что она никуда не исчезнет это было прописано как бы городскими властями что это как бы часть работы которая очень важна ведь на постановке выделяется такое же количество денег как и на профессиональные постановки это обязательные условия репетируются они соответственно тоже то есть используют все те же самые площадки по-моему два раза за год они допускаются на большую сцену потом там три или там где-то мало в общем короче есть прям система с этим всем в Польше понятно что это тоже такая близкая немножечко к нам история что это тоже немножко такое направление подпольное партизанское и скорее тоже там приходится прорываться не через институции а через какие-то другие свободные площадки в Норвегии тоже забавно сказали что в общем пока не понятно где сидит вот эта вот Бюргер Бюн потому что есть непрофессиональный театр которые занимаются там у нас тоже в России есть там дети или кто угодно играет свое удовольствие есть профессиональный театр и на эти две вещи есть выделяется финансирование и на то и на другое а Бюргер Бюн это что-то посередине где создается это как новая форма искусства в котором вот имени протокола называют их экспертами да эксперт в своей жизнь жизни и актер и профессиональный режиссер и художник встречаются и создают какую-то новую неожиданную форму и вот на это собственно девочка жаловалась женщина которая из Норвегии эксперт что ей не найти денег потому что ей она никуда не попадает и нет финансирования на такую форму еще пока но это значит что надо дальше как-то продолжать а у вас звучало вообще там слово партиципативное да это кстати интересная тема потому что в разных странах используются разные термины и Мариам Цуоль использует например слово партиципативное в Германии потому что она говорит про то что у нас партиципативность заключается в том что мы берем людей граждан и вводим их на сцену но при этом зрители не становятся участниками спектакля это все равно классический спектакль в котором есть сцена есть зрители но когда ты за пределами Германии используя слово партиципативный то естественно имеется ввиду вообще-то участие зрителей театр участия да и иммерсивные всякие там другие варианты интерактивные когда да зритель становится главным персонажем ну например опять же как у Римании протокол в Ремоут Икс когда люди по городу ходят или Хаус без ух Европа как по-русски у нас в гостях Европа когда люди сидят за столом двенадцать человек и происходит некое создание как-то театральная социальная ситуация в которой люди с другом обмениваются и они сами становятся участниками главными ну и соответственно вот в этом фестивале международном четвертом европейском бюргер-бюна фестивале который пойдет в мае в Трездене Мириан Цойлис старается разные формы показать в том числе когда и актеры на сцене люди не актеры и когда есть все-таки зрители тоже становятся главными части пытаются показать самые разные формы вот такого неожиданного соединения искусства и обычно людей жизни 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 так и что вы выбрали что что не выбирали и прям все сказали о нет это точно нет а что все сказали да вот это прям супер точно нет в случае по-моему точно нет не было потому что Мириан уже сделала огромную работу то есть она поездила по очень многим странам посмотрела очень много видео и она уже отобрала в общем все двадцать работ там которые я посмотрела я абсолютно была счастлива что я вообще имела возможность доступ к этим видеофайлам потому что очень интересная работа абсолютно с разных с разными группами и с там женщинами Рома по-русски называются цыганские женщины уже перестают уже потихоньку перестают но пока все равно приходится объяснить иногда о чем речь тут маленькую заметочку надо сделать с был конгресс Рома народов Рома которые назывались раньше другими цыгане и они решили что они сами себя хотят называть Рома а не цыгане потому что цыгане всегда было ругательное слово и они хотят чтобы к ним обращались Рома вот так же и давайте и будем так делать были очень крутой спектакль который кстати мне понравился а всем остальным нет было очень смешно спектакль называется футболистки и на нем значит были на сцене выходило не знаю сколько сколько в команде футбольных человек 11 11 примерно сколько то на поле вот сейчас хорошее как раз про футболисты поговорим примерно 12 11 10 женщин на сцене которые они выходят и они на самом деле что мне очень понравилось в этом спектакле они не говорят много у них есть определенное разговорное время прям определенное как бы в матче ну типа того а до этого они встают у них начинается тренировка она очень красивая хореограф с ними работает французский спектакль хореограф с ними работает они с мячами там очень красивая хореография они значит кики туда-сюда и вот они по сцене передвигаются и значит и бегают очень там все это красиво сделано и потом вот у них есть экспресс-сайт в котором разговорное время в которое они рассказывают про себя я смотрю они говорили по-французски поэтому мне приходилось читать текст приложенный вместе поэтому я не совсем знаю кто там конкретно что говорил но истории основные были про то что ну про то что почему-то женщина не разрешается играть футбол с самого детства уже какие-то есть такие ситуации что есть разделение что это все-таки для мальчиков это для девочек и вот эти все женщины рассказывают свою историю как они в итоге пришли к футболу многие из них уже имеют детей или там кто-то я вот из семьи художников у нас футбол например не то что запрещался он просто как-то считался фул неприлично да ну а я как-то вот урод в семье значит мне было всегда интересно мяч гонять ну и самые разные рассказы ситуации в общем кто-то играет три года в команде кто-то пять кто-то десять и у них есть своя вот футбольная женская команда они собираются и играют в футбол и самый красивый момент из этого всего спектакля в самом конце происходит когда они встают в футбольной форме уже они встают в ряд и находятся вот за плечи да как эти вот прямо футболисты и одна из этих прекрасных девушек она выходит на сцену звучит такая красивая классическая музыка она начинает танцевать и там очень интересная у неё хореография начинается с балетных движений таких которые как бы балеринки делают там такая хореография перетекающая в жен Как бы из женского в мужское, хотя на самом деле это, ну, из балета футбол, да, и, собственно, опять же, балет как бы, да, типа, а, типа же, больше, типа, девочки должны быть, хотя, опять же, тоже стереотип, понятно, что, и, соответственно, ну, про гендер и про футбол, очень, мне очень понравился, но, да, я согласна, там, многие сказали, что, ну, очень просто, ну, наверное, просто, наверное, вот это самая последняя финальная сцена на самый интерес с точки зрения искусства, потому что, действительно, очень сложная хореография этого переключения, если ты работаешь не актерами, то, наверное, ну, это не каждый из них сможет сделать, поэтому там одна девочка это танцует перед другими, как бы, но мне понравилось, что вот форма, опять же, неразговорная, потому что у нас часто, опять же, когда идет партисипаторный проект, это про рассказ своих историй, а тут очень через тело все было понятно, ты смотришь на этих женщин абсолютно разного возраста, разные комплекции, разного цвета кожи, которые вот бегают, значит, кидают эти мячи, и, во-первых, ты видишь, что они могут это делать, ты видишь, что, ну, то есть через тело ты понимаешь какие-то гендерные тоже конструкции, то, что мы иногда рассматриваем как мужское поведение, да, какое-то, там, не знаю, там, они очень много с этим играют, как мужчины, на самом деле, это не про мужское, а про спорт, ну, в общем, вот это мне очень понравилось. Но, наверное, не попадет в этот фестиваль, поэтому не ждите этого в мае. А где можно увидеть? Где-то во Франции, я сейчас не смогу назвать название, может быть, мы напишем в посте. Действительно. Ну, да, когда загуглили. Вот, был другой спектакль, который все голосовали за, например, это спектакль, который называется Everybody Electric, все наэлектризованы. Сейчас, конечно, имя тоже не вспомню. Немецкая хореографка. Хореографня. Современный танец, техномузыка на сцене разного типа тела с различными физическими, мы скажем так, особенностями. На инвалидных корясках или с сенстровом Паркинсона или еще что-то, которые двигаются в этом вот электронном, электронной музыке, в абсолютно таком втрясущемся, таком втрясковом состоянии. И это, конечно, для меня это просто было, я через пять минут забыла, естественно, там, какие вообще там тела находятся, потому что эта музыка и как эти тела существуют вместе, это просто, ну, они как-то очень вместе сливаются. И это очень правильно какое-то она нашла пересечение. Непрофессиональные танцоры, разумеется, но вот она с ними работала какое-то время и абсолютно прекраснейший танцевальный, современный, по-моему, просто двигает современный танец на какую-то такую грань, когда ты смотришь, что эти люди там выделывают с техномузыкой, как их тела там трясуются, как они сексуальны в этом, потому что они, как они, в общем, сложно рассказать. И приезжайте в Дрезден смотреть спектакль. Он, скорее всего, там будет. Он обязательно будет, если, ну, только что-то не случится, потому что все за него абсолютно проголосовали, потому что он, конечно, прям офигенский. Так, хочешь рассказать что-то, что ты пробовала за этот год в Лондоне с другими людьми? Или не с другими? Ты сейчас брою про какие-то запрещенные вещи, говоришь, что я пробовала. Нет, нет, нет. Только про искусство. Только про искусство. Что-то я пробовала. Разные, разные я пробовала. У нас попала я на курс в Королевскую Центральную Школу Речи и Драмы на магистрский курс, который называется «Современные или продвинутые театральные практики». Что на этом курсе было очень интересно, что там фокус идет на коллективные, групповые, коллаборативные практики. И набираются люди абсолютно из разных областей. Кто-то там режиссер, кто-то актер, перформер, кто-то поет, кто-то занимается музыкой, кто-то из политических наук. И все так далее. Это, в общем, абсолютно не важно. Важно то, как вы вместе состыкуетесь и что из этого рождается. Рождается ли какой-то третий смысл. То есть ты приходишь с одним каким-то своим пониманием театра, другой человек приходит со своим. И ваша задача не то, чтобы переубедить другого, а постараться как-то, чтобы оно столкнулось и из этого узрировать, делась какая-то третья. Третье понимание театра. И я во втором семестре работала с группой, мы были в группе семи человек, которые у нас, преподаватели, нас в эту группу согнали. Они, как мы, поделили нас, наблюдая за нами в первом семестре. И очень хорошо как-то они у нас что-то поняли, потому что группа у нас была наша, по крайней мере, сложилась абсолютно замечательно. У нас были семь людей из разных стран. Америка, Австралия, Тайвань, Германия и Британия. Ну и я, соответственно, Россия. И вот мы первые две недели, мне кажется, мы сидели и разговаривали про то, кто какой театр любит, а как мы будем вместе работать. Мы написали контракт, писали манифест того, а какая группа мы, о чем мы будем вообще театр делать. И вот мы пытались две недели разговаривать про то, как мы... Не только разговаривать, на самом деле, потому что, например, одна из наших участниц из Германии, она работает очень много с телом, физическим театром, кукольным театром. И она говорит, что она через слова, и слова ее не очень интересуют, слова созданы белыми мужчинами, много, значит, языком, который тебя контролирует, и ей неудобно в нем выражаться. Поэтому нам нужно, в том числе, для того, чтобы другого понять, заниматься практикой. И мы по очереди вели всяким разным друг к другу, каждый делился своим методом работы. Я, например, провела для них мастер-класс по документальному театру, ну, такой очень быстренький. Да, но самое интересное было сказать, что начали мы все это с того, что, значит, нас определили в группу и отправили, мы получили письмо к группе, и было написано, в какую точку Лондона мы должны были отправиться. И нашу группу закинули в гайд-парк, где обычно происходит, есть уголок ораторов, где какой-нибудь чувак, любой чувак, на самом деле, может взять с собой табуретку, встать на нее и что-то начать вещать. Но мы туда пришли в 3 часа дня, и там никого не было. И вот это была очень любопытная такая ситуация. Этот уголок ораторов, он еще находится на таком пересечении, то есть там парк только начинается, гайд-парк, а сам уголок очень близко к улице, которая очень шумная, Oxford Street в Лондоне, это такая одна из самых шумных улиц туристических. Этот уголок как бы посередине. И у нас как-то в первой же, после этого, мы ходили по этому, каждый пособирал какие-то впечатления, позаписал там их, не знаю, видео понаснимал, мы потом сели, обсудили, про что это вообще будет у нас в спектакле-то. И вышло какое-то слово такое, edge-land, по-русски, пограничная, не знаю, какая-то крайняя зона, что-то на пересечении, скажем так, что-то на грани. Пограничная зона. Ну, пограничная сразу ассоциация с пограничниками, но это как бы не про это, а скорее про пересечение, как бы, да, грани какой-то, что это здесь и не здесь. И вот мы начали думать про вот такие ситуации здесь и не здесь, жизнь и смерть пересечения, животное-человек, разговорное-неразговорное. И вот мы постарались создать спектакль, где вот он весь такой будет, и перформативно-актерский, и такой, и сякой. Но самое интересное, конечно, были вот эти вот для меня, как раз именно постараться найти какую-то общую... Договориться. Почву, да. И понять, как мы принимаем решения, и как мы... Потому что все мы были абсолютно разными по ним. Когда мы показали друг другу, какой театр мы любим, мы поняли, что будет сложненько. Потому что кто-то с костюмами любит. У нас один мальчик, например, из Америки, он провел два года в Индонезии. Он изучал ритуальный театр с масками и, значит, там, музыкой и так далее. Что очень интересно, разумеется. Но когда я показала свое, то, что я люблю черную... Как мы любим черную сцену? Значит, нет костюмов, значит, черную. Ну, не знаю, оно у всех свое, но вот я, по крайней мере, так вот показала. То, как бы мы немножечко друг на друга посмотрели, подумали, что будет любопытно. Ну, на самом деле, в конце было сильно очень любопытно. Я не могу сказать, что... У меня было ощущение, что это не мой спектакль. Но, тем не менее, он получился какой-то такой общий и ничей одновременно. Он получился какой-то вот этим третьим, не знаю, каким-то... Восьмым, поскольку у нас было семь. И мне кажется, это связано с историей партисипативности. Ну, да, потому что ты, когда с участниками работаешь, тоже с ними договариваешься, если по-честному работать, и если давать им пространство для принятия решений, тогда и коллаборация тоже. Ну, да, ну, в смысле, что в коллаборации учишься, а потом как и с участниками партисипативных проектов договариваться. И наоборот. И оно все одно с другим связано. Ну, мне кажется, что как раз вот эта вот история про договор, она очень важна. На самом деле, не обязательно, что нужно вот так вот, чтобы не было никого лидера, и что вот мы все принимаем решение. Но мне кажется, что эта фаза мы очень часто и пропускаем про договориться. Да, еще мне кажется, что если, ну, это может быть, я сейчас рублюсь с плеча, но если ты не можешь в коллаборации существовать, то не надо, ну, лучше не рисковать. Прям, ну, не знаю, есть риски определенные для партисипативных проектов. То есть, если ты в коллаборации не можешь договориться, и, не знаю, дать где-то кому-то куда-то выйти вперед, принять решение, добиться консенсуса, услышать друг друга, то и в проекте участия ты, как бы, такая вот служба. Ну, вот я сейчас как раз вспомнила про вот этот еще третий спектакль, который у нас разошлись мнения на этом фестивале. Берга Арбюна, спектакль, который все остальные одобрили, а я нет. Спектакль, опять же, я не помню, и, видимо, наверное, я не должна это называть, но не важно. Какой-то фламандский что-то там, то ли Бельгия, то ли Нидерланды с подростками. Очень красивые, офигенские, двигаются они политически заряженные, энергия идет потрясающе, это очень красиво в конце. Они ложатся все на сцену, зовут все зрители, присоединятся, все присоединяются. В общем, это какая-то такая прямо акция очень крутого уровня. Я прям признаю, что это офигенский крутой уровень современного искусства с участием молодых людей. Но я бы не назвала это партисипативным проектом, потому что, на мой взгляд, это очень хорошо проработал режиссер-художник. Сказал, кому где встать. Я не уверена, мне кажется, он с ними тоже работал. Но я просто в финальном продукте не почувствовала их. Я не увидела их личность, я увидела их массу, массовую хореографию. Я увидела профессиональных молодых актеров, а не вот эти вот сцены граждан. Я не увидела их как личности, что их волнует, не знаю. В общем, я выступила с критикой спектакля с точки зрения как раз того, что... да. Я тут в Бонне спросила у человека местного. Говорю, на какой театр у вас стоит идти? А он, значит, историей искусств занимался, у него какая-то кандидатская или что. Я думаю, слушай, ты знаешь про театр местный. Что у вас тут альтернативного? Ну, такого, что не на большой сцене смотреть актеров, а что-нибудь такое. Поживи. Он говорит, вот, есть, значит, называет название. Не буду, ладно. У вас уж сегодня без названия. Всё равно я не советую вам туда идти. И я, в общем, туда пошла. И это звучало так, что студенты университета делают спектакли. Какие-то, типа, там, такие заряженные, интересные, и не такие, как обычные театры делают, а прямо вот альтернативненько. Я, значит, людей позвала туда. Пошла, приходим, значит. Во-первых, мы пришли. Я оказалась, что мы не туда пришли. Там есть такое место Бродфабрик. Вот. Такая альтернативная площадка. Уже, как бы, там, всё, в принципе, неплохо. Нам говорят, так это не тут спектакль. Не тут спектакль. Вам надо идти в музей. Ну, там, типа, во дворе музея будет. Мы приходим. Ну, там это всё рядышком. Бон, как бы, город небольшой. Короче, приходим. Двор музея. И начинается. Значит, ребята все в масочках. Таких, каких-то слепленных из папье-маше. Видно, что, ну, какие-то возрасти такого студенческого. Там, 20 плюс небольшого. И они, и они городят, ну, такой, студ, студ кружок театр. Такой прям. Ну, ой, ну, это тяжко было. Ну, они, в общем, во-первых, у них маски. То есть половина лиц у всех закрыта. И они очень все в одном стиле. Корчатся, окривляются. Там история про то, что, в общем, какой-то, значит, мужчина умер. Старый. Оставил наследство. И они все, его какие-то родственники или друзья, приехали понимать, что про наследство. И у них там какой-то квест по тому, как понять, чьё наследство. И они каждый друг с другом встречаются. Это такая, типа, комедия положения. Комедия вот такой вот маски. Понятно, что хотел, типа, режиссёр там вот с масочками. Давайте сейчас туда в Дель Арта. Все, значит, какие были, такие остались. Всю дорогу они все одинаково корчатся. В какой-то момент перед антрактом было два момента, когда два актриса и актёр сняли маски, начали по-человечески разговаривать. Я думаю, вот, ну вот сейчас пойдёт альтернатива. Сейчас, значит, после антракта они все снимут маски, станут людьми. И я на них посмотрю, услышу, что они там хотят, что, ну, на людей, в общем, людей настоящих увижу. Этого не произошло. Ничего никто не снял. Они до конца кривлялись. В конце ещё сказали, ну вот, в общем, понимаете, надо быть хорошими людьми. Там, короче, какой-то моралитейшн в конце было такое, что добро должно победить. И на поклоне они снимают маски. А, и я сидела и думала, что там прям видно, из-за того, что они не профессионалы, то есть там видно, как бы, очень сильно видно их личности, и видно, что насколько им некомфортно в том, как они кривляются. Насколько им, как бы, вот он должен играть, типа, весельчака. Или там он должен играть, а там один был такой, типа, весь такой расшикарный красавец он должен. Но видно, что у него там много очень своих зажимов, и ему прям некомфортно там вставлять ногу на стол и там ещё что-то. Ну, как-то не совсем его это занятие с ногами. А он такой, типа, должен быть жёсткий чувак. А он не совсем не такой. Они снимают маски в конце уже на поклоне. И понятно, что там абсолютно разные прекрасные какие-то люди. Но почему-то режиссёр решил, что все они будут сейчас кривляться, и они решили, что, ну, хорошо, видимо, это и есть. Ну, может быть, им интересно, может быть, они исследуют этот жанр, потому что у них, видимо, я поняла, что это студия, где они учатся. И да, цена была 15 евро. Ну, то есть, камон, ладно. Но это, в общем, я ушла очень такая немножко злая, очень немножко, потому что я не поняла, что почему. Во-первых, почему вы это назвали альтернативным театром, раз это просто студенческий театр. А во-вторых, злая, потому что людей закрыли абсолютно. Они не профессионалы, и они не могут быть совершенно другими. А их самих закрыли. И я сидела, думаю, вот бы с ними что-нибудь такое, ну, где бы они сами себе, ну, поняли, в какую сторону им интересно что делать. И что-нибудь, даже если это та же история, она бы могла быть совершенно другой с их личными какими-то вливаниями. Короче, вот. А потом я пошла, все-таки, думаю, надо сходить на бродфабрик, раз это свободная площадка такая, более свободная, в отличие от государственных театров. И пошла на открытый микрофон, ничего совершенно не ожидая. Думаю, ну, открытый микрофон, будет понятно что. Выйдут люди, будут делать как попало, что попало. Один будет какой-нибудь классный, гениальный, талантливый, гениальная, талантливая. Остальные как могут, что сделают. Оказалось, вообще нет. Но я думаю, что там отбор, на самом деле, есть. Там 8 человек участвуют, и потом в конце за всех голосуют. И у кого, кому больше всего в копилочку положили денег, он забирает все остальные деньги. Вот, но там были музыканты, стендап, один стендапер 17-летний, пара музыкантов, пара поэтов, поэтесса, поэт, там музыкант, что была девочка, два чувака с электронной музыкой, и кто-то еще. А, фокусники, фокусники-комедианты. Были два чувака фокусников, комедийных фокусников. Ну, такие, которые как бы не фокусы делают, а херню всякую. И народ смеется, но где-то и смешные там. Ну, в смысле, где-то и фокусы есть, но не такие. Как бы слона не прячут. Вот. И это было довольно интересно, потому что вот это было какое-то, ну, что бюргеры, местные ребята, жители, которые чем-то где-то как-то занимаются. Кто-то из них, на самом деле, профессионально, ну, стремится войти в профессию уже, да, в том искусстве, в котором он участвует. И у них есть возможность на этой открытой сцене что-то попробовать. И они как бы довольны, ну, то есть не было такого, что кто-то прям ужасный. Был последний мальчик, который просто затянул. У него была такая медитативная музыка, и половина втыкали, и прям им было классно, а половина такие, типа, ну, мы поняли, товарищ. А им 10 минут дается каждому, каждого 10 минут, они вот, типа, вот. И это оказалось хорошим, интересным форматом, на самом деле. Я туда вот, я никого не позвала, потому что думаю, ну, камон, на открытую сцену звать, ну, я, конечно, так, кому-то сказала, но не стала настаивать, ну, что были риски попасть на что-то ужасное. И такая, когда есть площадка, где что-то могут пробовать местные ребята, ну, интересно, что есть риски, но если, ну, проработать формат, если, как бы, продумать, как это может быть хорошо, потому что понятно, что половина зала это всякие знакомые, но не все. Ну, то есть, был, там зал местный 200, наверное, у меня такое ощущение, может, да, 250. И, ну, то есть, больше половины зала было. Он был не полный, но это была среда-вечер. У них там, типа, раз в месяц в среду вот так тут проходит. Ну, типа... Кстати говоря, про открытые площадки. Я вот в Великобритании как раз заметила большую разницу с нашей российской сцены на предмет того, сколько программ и сколько площадок у них открыто для то, что они называют emerging artists, то есть появляющийся, вот только распускающийся цветочек разных, причем в жанрах абсолютно, там разные, каждое место имеет какую-то свою, там, направленность от комедии, стендапа, музыки до, там, драматического искусства, в том числе альтернативного драматического искусства. И насколько эти площадки, насколько им не легко попасть, ну, у них, разумеется, есть тоже отборы, конкурсы, в зависимости от того, насколько крутая эта площадка, ты, естественно, туда легко или нелегко попадаешь, но их количество вообще как-то снимает немножко стресс тебя. Я поняла, что я живу, значит, с комплексом Тарковского. Я в Великобритании была. Я открыла для себя, значит, комплекс Тарковского, я пишу это так, это значит, что ты выпускаешься из вуза театрального, музыкального, не знаю, ну, кинематографического или театрального, и, значит, ты должен уже быть Тарковским. То есть первое твое произведение, которое ты выпускаешь, на него приходят смейт-продюсеры, и сразу либо ставят на тебя крест, что не Тарковский, либо, ну, какого-то маленького процента, может быть, повезет, и его посчитают Тарковским, и тогда он имеет возможность пойти куда-то дальше. Но здесь вот, здесь, в Великобритании, у них есть вот эта какая-то возможность того, что ты вообще-то молодой, ты можешь заниматься и развиваться, это вообще-то процесс. И их продюсеры, например, с удовольствием ходят смотреть на молодых художников, они не обязательно их сразу приглашают к себе куда-то, значит, на большие сцены ставить, но они, что они говорят, мы смотрим не на спектакль сам, а на художника. И нам, если мы заметим, что он интересный, может быть, он пока еще не готов для нашей сцены, нам он интересен. И мы будем смотреть за его развитием. И мы будем вкладываться в его, как бы, развитие, как художника, и на какой-то момент он может поспорудничать. И это как-то снимает с тебя немножечко такого вот стресса. Ты сейчас прям должен сталкера снять. Вот прям здесь и сейчас. А если это не как бы не такого уровня, то, к сожалению, извините, как бы легай вон из искусства. А там как-то с этим проще. И поэтому, конечно, появляется много не очень хорошего качества работы, но, с другой стороны, они на это спокойнее смотрят, говорят, ну и что? А следующее, может быть, будет лучше, а может быть, да, в общем, это нормально. Для того, чтобы что-то появилось, нужно иметь возможность ошибаться. Ну да, у нас, может быть, другие истории. У нас есть определенные, наверное, ангажированность. Если ты кому-то там понравился, то тебе могут давать шансы. Ну, опять же, надо, да, сразу генерно понравиться. Не знаю. Мне кажется, что, ну вот, есть какая-то такая у нас ожидаемость того, что ты типа либо пан, либо пропан. Если ты... Ну, не знаю, может быть, да, может быть, нет. Не знаю. Может, потому что я и стою с драматургической, то там я так сильно этого не чувствую. Ну, понятно, что предел мечтаний типа сразу с первой пьесы попасть во все конкурсы. Или там еще какие-то с первого проекта. Но там на тех же обсуждениях Любимовки там как бы сразу тебе дают много шансов. И, ну, я слышала в обсуждениях, что типа, ну, еще посмотрим. Типа, ну, давайте еще вторую возьмем. Да, пьесу, ну, еще там. Надо, ну, как бы, подождите. Бывает, что, ну, абсолютно кто-то первая прям все нормально, прекрасная пьеса, вторая абсолютно как бы не туда. И все такие, ой, ну, мы ошиблись. А третья прекрасная. Все такие, ой, ну, мы снова ошиблись. Ничего страшного. Давайте. Ну, вот это возможно, что... Любимовка, мне кажется, как раз такой формат, который вот дает эту свободу. И он театр в Петербурге. Вот это была такая площадка, которая давала возможность пробовать. Сейчас, к сожалению, ее нет. И это, конечно, прям чувствуется сильно. Ну, да, все выкручиваются, как сами могут. Такого единого места нет. Это давняя печальность. Но, да, много всего. Все равно делают. На улице начинают делать. И все остальное. В не тех местах. Между прочим, вот в Лондоне как раз тоже с этим, опять же, с одной стороны, есть эти площадки для молодых, но они там очень жестенько с тем, что там, в общем, 10 минут. Ну, как-то там, в общем, не так что-то пришел, значит, у тебя, значит, месяц ты там творческо что-то придумываешь, от себя дают и говорят, ну, вот ты сегодня показываешь вечером, у тебя 4 часа, значит, войти, собраться, разобраться, разобраться, да, и дальше пошел. В общем, все очень коммерциализировано, поскольку город дорогой, то площадка стоит денег, все стоит денег, репетиционные площадки стоят денег, и поэтому надо все делать быстро, но, что некоторые люди как раз придумали, что они говорят, ну, хорошо, если мы не можем попасть в театр, мы тогда будем делать сайт-специфик, на улице и так далее. И в Лондоне это огромный расцветший, бурным цветом жанр, потому что дорого внутри. И они, ну, в том числе некоторые есть коммерческие проекты, которые зарабатывают на этом деньги, некоторые есть альтернативные, ну, потому что они говорят, ну, нам не устраивает, что у нас, я была на Дембургском фестивале и узнала страшную тайну, значит, почему там все спектакли на фринже одинаковые? Да. Потому что время на то, чтобы войти, на площадку 15 минут, закончил, 15 минут вышел, следующий спектакль начинается. Ну, то есть, возможность какого-то создать суперхудожественного решения довольно ограничено. Ну, не на всех площадках так, но, в общем, как бы на большинстве. А в Эдинбурге есть партиципативный спектакль? Партиципативный спектакль на Эдинбурге. Так, надо опять определяться с партиципативностью, да? Ну, этот, а Солоцирк у нас уже считается партиципативным проектом? Ну, я бы его больше к Бюргер-Бюну попереравнивала, в том смысле, что это непрофессиональные актеры, хотя он профессионализируется, конечно, в своей цирке, они стараются своих воспитывать, циркачей. Но он начинается с того, что приводит непрофессиональных ребят просто с улицы, да, и лучше так жонглировать. То есть, это формат работы с не актерами. Да, у нас задача у Маши рассказать про проект под Лептигом. Она, кажется, обещала записать тоже в свой подкаст. Так что ждите следующей серии выпуска про проект совместный с Упсалоцирком. Упсалоцирк привез своих ребят в Германию, под Лептиг, работал с ребятами местными и с беженцами детьми. И, в общем, как это было, Маша расскажет. Я надеюсь. Обязательно. Обязательно расскажет. Что еще? Партиципативные в Эдинбурге. Да, партиципативные в Эдинбурге. Видела не очень хорошую историю с... Ну как? Ну, в смысле, хорошую историю, но мне не впечатлило. Так. спектакль про их Минздрав. Так. У них, значит... Дорогая страховка. Нет. У них другая тема. Значит, великобританское правительство настолько боялось Советского Союза и поднятия рабочего движения революционного в Великобритании, что в какой-то момент они решили дать им подачку. Этой подачкой стала бесплатная ОМС. Так. Взятая почти под копирку из России. Советского Союза. И ну, после этого, в общем, страна стала по капиталистическому развиваться пути. Все остальное, в общем, там очень дорого. Но вот это вот ОМС существует уже, они сейчас отмечали сколько там, типа 67, я сейчас не могу ошибиться. И они... В этом году был юбилей и это было огромное событие всякими там на телевидении всего-всего. Люди там какие-то концерты устраивали и так далее. Благодарили сюда. Честь ОМС. Да, про то, что это величайшее достижение 20 века в Великобритании. Бесплатная медицина. И был спектакль, посвященный с пациентами и врачами ОМС. Венебуржеском фестивале. Ну, не на Денебурж... Как бы, надо тут объяснить. Венебуржеский фестиваль, там много всяких фестивалей. Есть главная, основная программа, которую курируют всякие кураторы. А есть фестиваль Фриндж, который начался в том же году, что и основная программа, когда нескольких художников не взяли в основную программу. Они сказали, знаете, что нам не надо, чтобы нас брали, мы все время приедем в Венебург. Взяли театры и стали играть там. И так появился фестиваль. Мне кажется, идея абсолютно прекрасная. Мне кажется, надо рядом со всеми фестивалями создавать свое. И этот фестиваль разросся до невероятных размеров. Он сейчас гораздо больше, чем, собственно, основная программа. И, кстати, мои британские коллеги, они в основном ходят на Фриндж, они на основную программу. Не интересует их смотреть Петера Брука уже в 150-й раз или Кэти Митчелл. А вот какие-то новые экспериментальные спектакли, они появляются на Фриндже. И много там, опять же, появляется чего-то, потому что никто не отбирает. Может быть, все что угодно вырасти. И сорнячок может вырасти. Но свободно, абсолютно свободно для всех. Очень приятная и, мне кажется, какая-то правильная история. Но этот спектакль мне сорнячком как раз показался. Там играли пациенты и врачи ОМС. Халаты грязные. Нет. Ну, они как-то так... Плохо играют. У меня всегда в таких артисипативных проектах претензии к режиссеру. Правильно. А не к людям. Потому что люди абсолютно прекрасные с прекрасными историями, личностями. Но когда люди выглядят плохо, значит, плохо поработал режиссер. Ну, почему выглядит плохо? Ну, в смысле, когда за них стыдно или что-нибудь такое. Ну, как-то не нашел форму того, как это должно происходить. Людям, когда некомфортно на сцене. Некомфортно. Или, наоборот, они начинают очень сильно играть, рассказывая свою историю. Почему-то начинают играть с кого-то другого, какую-то драматическую героиню или героя. И как-то... Не понятно, что свою историю рассказывают. Зачем вот эти вот... Свет вдруг неожиданно как-то включился. Не знаю. Снег падает. Ну, там не падало ничего. Там все, опять же, 15 минут. Ты понимаешь, что бить никаких снегов. Нет времени зарядить снег. Поэтому было просто стульчики стояли. И... Наша любимая. Наша любимая. Ну, да. Но в конце они, в общем, поблагодарили ОМС и говорили, как здорово, что ОМС у них есть. Поэтому вот концовочка немножечко у меня... Здорово. Да. Но все равно здорово. Мне кажется, что же прекрасно. Да. Что... И рассказывали разные страшные истории. Хорошие и плохие, собственно, про... Ну, как и у нас, адвокатной медицины есть и тех, кого спасли. И когда он уже там в последний некому было обратиться, его спасли. А кого-то там чуть не убили. Но... Стали лежать в коридоре. Ну, да. Прекрасно. Что-то я у тебя еще хотела спросить. Я что-то заранее у тебя спрашивала? Нет? Что-то заранее спрашивала. Нет. В смысле, что, когда я тебе писала, что давай запишем, вот встретимся в Берлине, запишем. И было перечисление тем, давай посмотрим, что-то у тебя. Сейчас и летим. А пока заполняем эфир. Наши проехала девушка на велосипеде, прошел парень. Так. В очках. Так. Посмотрел. Так. Самолет из Тигига. Так. Так. Какого-то больше не скребут, все выскребит. Так. Мне кажется, это просто давно было. Нет, еще. Но может и достаточно. Может быть, ты у меня хочешь что-то спросить, я не знаю. Вот планы расскажи, пожалуйста, свои творческие на ближайший год в Берлине. Замечательный вопрос. Я, значит, в Берлине приехала в организацию, которая занимается диалоговыми инициативами, занимается всяким миром. Это, кстати, та же организация, с которой ты дружила. Которая я была в Германии. Которая ты была в Германии. Вот. И мы будем с ними придумывать, значит, как искусство может спасти мир. Да. Как искусство может внести мир там, где есть война или что-нибудь такое. Ну, около. Как с конфликтами и так далее работать. можно в партиспативном центре. Но еще про руль женщин они очень сильно делают. Да. Они делают акцент на гендерную демократию. И, ну как, на их называется гендерная демократией. Они, конечно, улыбаются, когда говорят слово демократия. Но на женщин, на женщин, которые, ну, как это, empowerment. В немецком тоже есть это слово. В русском нету. А в русском. Очень симптоматично. Очень симптоматично. Как усилять женщин в плане, ну, их потенциала, их возможности, их... Вовлечения в главные какие-то роли руководящие. Да. Вообще, в принципе, быть... Еще есть такое слово акторы, которые, как делать так, чтобы, да, не только мужчины принимали решение и делали все, что делают, женщины участвовали в этих процессах. Вот. И смотреть, буду искать художниц, девушек, женщин, которые работают в театре и занимаются миротворческими инициативами, смотреть, как они работают, что делают, исследовать и театральные инициативы как миротворческие, искусство, такие же инициативы. Все, пытаться вместе с этим придумать что-то, как мне тоже начать это делать, нам начать это делать, что-то международное, программ... Ну, так, в общем, все сейчас облачно, облачно, но понятно. В смысле, основные теги я проговариваю и, в принципе, это то, чем мы уже и занимаемся. Дальше только выйти на новый уровень, посмотреть, что с этим в Германии и как это к нам, к России применимо, что в России тоже можно запускать какие-то проекты. Можно ли сделать вот открытую сцену такую в России или нет, но и с другими масштабами тоже можно ли работать. Примерно так. Сколько ты тут этим будешь заниматься? Год. Ну, да, год. Сейчас вот скоро год начнется. В октябре я здесь до конца сентября как минимум. в Берлине все это будут делать. Берлин прекрасен. Я приехала из Бона и мне здесь так хорошо и прекрасно. Вот зашли в Буррито, а тут Арт Кройцберг лежит, программа открытые открытые ателье и выставки. Ауштеллинген. Да, и как-то тут короче с этим попроще немножко в Боне немножко все. В Боне было, о, в Боне было, значит, прекрасно. Я поехала на фестиваль, театральный фестиваль. Они открыли новую сцену драматическую в Бат-Годасберге на юге Бона, где раньше были, жили все, как это, жители столицы. Столица же была в Боне и там, значит, жители, жили высокопоставленные лица. Сейчас уже не так много там живет высокопоставленных лиц. И там открыли вот эту новую драматическую сцену. У них есть опера-сцена и вот эта новая. И под это дело сделали фестиваль. Ну и такой, там стоят палаточки. В палаточках, например, была живая библиотека в одной палаточке, в другой палаточке. Как работают с беженцами в Боне, какие есть инициативы. Были лекции. сходила на лекцию, чем отличаются речи, пение. Была большая сцена на улице, на большой сцене. Смотрю, танцуют девушки темнокожие, подростки, которым явно некомфортно, что они танцуют на большой сцене. И как-то это все странно. Но стоят рядом всякие станции для детей, где можно делать всякие поделки. И там в Боне много мигрантов, беженцев. есть центр работы с ними активно занимаются всякой интеграцией, много всяких программ. У нас ребята ходят в Шпрах кафе, в нашем районе, который довольно мигрантский. И туда приходят ребята, тоже кто-то говорит на прекрасном немецком, и наши ребята у них учатся. и там такая происходит картинка, что танцуют девушки на этой сцене, и весь разношерстый народ на площади стоит, кто-то кушает, что-то, еще что-то, еще что-то. А в 7 часов начинается на вот этой сцене, которая открылена на нормальном театре, начинается шоу с превьюшками премьер этой сцены. Я думаю, надо сходить, конечно же, посмотреть превью всех этих спектаклей, и ты заходишь, смотришь и седой зал. То есть никто из беженцев, никто из всего этого, ну, там все были. кто-то уже там несколько поколений мигрант в Германии, туда зашло только белое седовласое население, и сели в приличный зал смотреть. Почему я это рассказывала? Про партиципативность тоже, что какие-то, но при этом там я знаю про проекты, когда работают тоже немецкие, со взрослым населением, их перемешивают, вот наша знакомая Мереша работает с восточными, работала с восточными, восточно-берлинскими женщинами, и параллельно там же мужчины, беженцы, ну, то есть там как-то все перемешано, мне рассказывали, что там довольно интересный процесс, у них прекрасные дружеские и так далее. В общем, все не так просто здесь в этой Европе, это очень интересно. Будешь изучать? Буду изучать, как как и что, ну, очень все тут интересно, и по-разному. Будешь делать подкасты? Буду делать подкаст, но мне для этого нужно, чтобы кто-то приезжал, но я приеду, мы еще сделаем подкаст. мы сделаем еще подкаст или сделаем так, что-нибудь, что-нибудь еще. Так, так, да, нам надо идти, простите, пожалуйста, в клуб на крыше, значит, на Кёльна. Честно говорили. Да, называется он клуб краних, гнездо, значит, этого, аиста. Гнездого аиста. Там будет вечеринка, техно-турка, вечеринка называется. Техно-турка? Да, турецкая техно-музыка. Вот, в общем, друзья, мы не можем с вами дольше оставаться, потому что вечеринка уже началась, как вы понимаете, Берлин, суббота, такое нельзя пропустить. Да. Кто дослушал, значит, наш подкаст, сейчас вам секретную информацию расскажем. Значит, открывайте инстаграм, забивайте там, сейчас я скажу, мы просто только что сделали фотографию в каком-то баре и забили в трубку, забили там фотографию. Блин, это такая пауза сейчас. Друзья, оставайтесь с нами, интересно увидеть фотографию. Сейчас. и забивайте, ищите по имени пользователя, да, грузисты. Глокамоле уже все вычистили. Глокамоле вычистили. Нос. Не хочет сказать. Инстаграм с better with friends говорит. Лучший инстаграм с друзьями. Вот она, фотография. Называется бар гот хам экс берк. Гот хам 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 кс берк. По-английски все. Гот хам икс берк. Вот увидите наши фотографии. Кто кто увидит тому приз.